всем привет дорогие друзья ну что потихонечку говно мундиаль верблюжий набирает обороты да ну конечно проигрыш аргентины там саудитам вообще ну просто никаких оправданий нету вообще тут ни в какие ворота не лезет тут ни о чем нельзя говорить вообще там сейчас немножко просто скажу там свое мнение там немножко связано может быть с эзотерикой не знаю как вот этот состав саудитов я конечно так не сравнивал с чемпионатом мира в россии матч открытия россии там саудиты 5-0 вот эти все аль-хамид аль-хаббат по-моему одни и те же там они все на одно лицо или даже если фамилия одна может быть их там как ивановых петровых по-моему тоже самое но видите выиграли 2-1 голод этот защитник забил просто конечно классный так в дальнюю девятину ну ничего не скажешь вот а то что аргентина отменили три гола в первом доме тут видели графика хорошая показывает офсайды графика на уровне видно тут ничем ну офсайды добыли вот ну пенальти придумали карлика аутисту конечно да там такое можно было давать можно было как борьба непонятно вот 5-5 саудиты выиграли них завтра выходной объявили их не там шейхать какой праздник там в этой саудовской аравии да но напомню что девяносто этом году чемпионат мира в америке помните они тогда обошли сборную россии там что-то с бельгийцами какие-то там все результаты сошлись они уже выходили в одну восьмую ну тут не знаю дорогие друзья как как тут как тут будет как тут сложно как тут сложится посмотрим но увидите карлика аутист уже восемь лет на чемпионатах мира не забивал с игры если не ошибаюсь по моему с игры помните по моему в четырнадцатом году в бразилии ирана он забил в конце да на 92 минуте там 1 0 они выиграли еле-еле но потом дошли до финала так он все пенальти забивает ну чем арабские товарищи молодцы сколько сколько денег кто-то поднял а то что хочу сказать обо всех этих делах эзотерически вы смотрите двадцатый год до двуствольные уефашные и фифашные папики отменили золотой мяч ну явно тогда ревандовский выиграл просто отменили и все не дали вам 21 год весь мир видел что ревандовский выиграл и присуждает карлику аутисту седьмой золотой мяч может за аукается ничего просто так не бывает и на может за это ему аукнулась так или откликнулась другой станет сборной аргентины но там капитан и лидер видите вот как такие матчи случаются да вроде аргентина там все и на голову сильнее давила там и все и сколько там 14 ударов там поворотом что не помню не смотрел статистику а ведь и верблюжатнички там раз потихонечку мы все ну с одним великолепным голом конечно вот так вы видите аль-хабиба или как там а храма всего на это не поленитесь кому-то посмотрите стать те же фамилии что были когда со сборной россии даже если те же другие они там по моему одинаковые все равно ну вот такой матч конечно сенсационные друзья вот но с другой стороны сказать что аргентина сейчас как-то она после этого матча немножко там она потухнет или погаснет там нельзя сказать я не знаю дорогие друзья как это будет потому что в группе счета только первый игровой день да посмотрите первый игровой день еще два игровых дня и мы например давайте вспомним чемпионат мира 2010 года в южной африке да испанцы проигрывают в первом матче швейцарии 1 0 но помните чемпионами мира стали немцы проигрывают первом матче сербам 01 дошли до третьего места там только испанцам полуфинале проигрывают за третье место там уругвай 3 2 обыграли видите друзья так все это такое ну конечно саудитов нельзя сравнить сербами и со швейцарцами сербы швейцарцы команда средней руки так саудиты вообще там где-то за сотни замировали в районе сотни там конечно они намного слабее сербов и швейцарцев но тем не менее футбол видите мяч круглый поле ровное вот такие вот и вот такие вот результаты и как говорится непредсказуемые да дорогие друзья вот как то так ну теперь а группа томатчик который только что закончился франция по горячим следам с этими с астралопитеками ну вот этот трансвеститник любитель трансвеститов мбп там оливье жиру 36-летний так слабенькой конечно австралии открыла счет хотя помните у них был в конце момент когда при счете 2-1 там они в штангу попала все равно конечно франция это давила там 41 там должно было должно было быть больше у этих эти соки роузов этих с миру по нитке собранных там из третьих века английских те франция в порядке ничего нельзя сказать без пагба без без канте без нкунку без бензима не в порядке хорошо но это соки роуз это австралийцы друзья вот посмотрите что будет когда не буду с датчанами играть да когда будут датчанами играть и с тунисом посмотрите помните мать же датчанами на чемпионате мира в россии в лужниках 0-0 такая осколизлая вонючая ничья а чем датчане отдадут сейчас где там ничего датчан обыграют или как да датчане сыграли сегодня с тунисом 0-0 извините там кто-то из датчан там в конце помнится там с двух метров штангу попал мне это широко и баженова напоминать как можно там то не спасла бей хотя тунис тоже огрызался и видите вот матч плавный плавно перешли к дальний тунис так что с французов этих легких добыча очков да и с тунизом это тунис франкоговорящие тоже бывшие их не там поместье колония да тунис говорят по-французски то есть не не известны как помните ален де лондон не пьет одеколон ален дэ лондон говорит по французски агбу тусовпил носилос помпилос вот мне знать а какие потячно французский тунис но тем не менее ведь ее как очень абсолютно точность датчанами конечно не будет и тунисом тоже тоже5 нетряч 2019 получили австралии видно слабее да и тунис с ними и там да не грубоsca мне понятно кто нельзя сказать что тоже франция там вышло ли там тунис работ вышел. Ну, Тунис может чуть послабее. Датчане там, вот. Хотя они могут расписать тоже дания с Францией, как в России. Ну, не знаю, посмотрим. Там надо по ходу смотреть. Немножко Австралия послабее. Вот то, что жереме послали. А славе там десятку отгрузит, как в 82-м году Венгрия, Сальвадору здесь. Не, ну, бред. Ну, отгрузили там четыре. Квятымят австралийцы тоже на легком дамском. Там в третьих, в четвертых лигах там английских или где-нибудь там тоже умеют. Там ногу ставить и кость, так сказать. Знаете, заметил чемпионат не грубый. Грубости мало. Вот эти все столкновения, травмы. Такие между собой игроки. Ну, это не от грубости такое. Просто несчастный случай, так сказать. Вот. Грубости немного. Ну, полупустые такие тревны. Полупустые проплешины много, конечно. Видим, что и на матче открытие, да. Так, мы это обсудили. Значит, французов обсудили. Этот, аргентинцев с саудитами обсудили. И этот самых этих самых датчанцев. Остались поляки. Поляки, да? Поляки с мексиканцами. Ну, Ревандовский, ну, он вратарь. А чего? Великарь. Он пробил чуть-чуть в сторону, так. А чего прыгнул рукой? Ну, это не такое, как там Гордон Бэнкс тащил и лишил-то на англичане из углов. Там пенальти, там. Самое спасение мировое, друзья, если кто посмотрите. Самый сейв признан этого Гордона Бэнкса. Это в Гвадалахаре 70-й год, по-моему, был матч. Да. Бразилия-Аргентина. Фу. Пардоните. Бразилия-Англия. Вот. Потому что Англия был чемпионом мира 66-го, а Бразилия тогда стала чемпионом. Вот какой-то Гордон Бэнкс там фантастический. Ну, а что, да, хороший вратарь это такое прикольное. Мы еще по чемпионату мира в России, помню. Ну, отбил. Ну, Ревандовский такие пенальти, как дети в школу. Он столько забаваривали. Вообще не промахивается. Я не знаю, как он здесь не забил, конечно. Но попади, да, мексиканцы послабее здесь выглядят, чем они на чемпионате мира в этом, в России выглядели, да, дорогие друзья. Ну, с другой стороны, смотрите, сейчас с этими самыми... с аргентинцами, да, аргентинцы сейчас закусят удела. Ну, что, и Польшу будет отдавать, что ли? Или мексиканцы будут? Не, ничего не будет. Если они на Саудитов споткнулись, там непонятно, что как в этой группе будет тоже. То есть, все вот так как бы нет такого, что кто-то сейчас прорвался там или чего-то там где-то там уже сразу можно выписывать там первые места там, индульгенции давать, продавать, как средние века инквизиции. Ничего этого не будет. Надо смотреть по ходу, потому что чемпионат такой, сейчас все команды в форме, сезон-то в разгаре, видите, хотя есть разница в классе, он такой непредсказуемый может произойти, дорогие друзья, да. Так что вот такой второй день получился, да. Такой вот, конечно, сенсации. Ну, я Аргентине симпатизировал всегда в Чечне. А с другой стороны, вот еще вспоминая Грега, знаете, Аргентине за что может вернуться? 78-й год, помните, у Перу 6-0. Надо было 6-0. Они у Перу 6-0 выиграли и стали чемпионами мира. Ну, не за этого, значит, потом вышли там, да, 6-0. Потом 86-й год, рука бога там Марадону. Ну, гений великий, конечно. Ну, вот. То есть, Аргентины, видите, такое все у них, блядь. Ну, вот, может, им аукнул сейчас, футбольный бог увидел там, или карлик-аутисты за то, что там отняли там один-другой полтора-два мяча золотых у Ливандовских. Все вот это, может, сложилось. Такое тоже бывает, друзья. Не надо на это тоже делать. Это все в футболе, как в жизни, это отражение такое. Вот. Ну, как-то так. Ну, завтра посмотрим там интересные матчи. Немцы там, в четверг, бразильцы. Вот. Ну, завтра, конечно, для меня самый важный матч. Завтра, конечно, Спартак с факелом. Никакой чемпионат мира отключу. Буду смотреть. Фу, простите, с крыльями советов оговорился. Спартак с крыльями советов. После этого матча, конечно, выпуск сразу сделаю. И завтра вечером обзор. Так что этот важнейший матч. Посмотрим, как с крылышками. Спартак. Важная игра. Да, кубок. Любимая команда. Так что чемпионат мира сразу на второй план отходит. Так что завтра два выпуска. Стримы, как всегда, в четверг и воскресенье два раза в неделю. Не как у некоторых одиозных личностей, которые в экран не вылазят, которые делают по восемь стримов в неделю уже вообще. Где совесть была там это. Писе выросло, да? Вот как-то так, дорогие друзья. Короче, чемпионат мира набирает силу. Там верблюды жуют этот кактус. Арабские товарищи в платках сидят. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок